Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программы «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Учитель – проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам. Наставники Брещены принимают поздравления с профессиональным праздником. Обзор самых трогательных и одновременно торжественных моментов чествования педагогов областного центра от Анастасии Ноздрин-Платницкой. Реализация международного проекта «Чистая река. Главный приоритет» завершена. В Жабинке, городе-спутнике Бреста, открыли комплекс современных очистных сооружений. Новая жизнь объекта, который был забыт и заброшен десятилетиям. Летопись истории городского сада продолжается в новом исполнении и наполнении. В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем. Первое воскресенье октября, практически середина золотой поры года, ежегодно проходит в Беларуси под знаменем праздника работников сферы образования. День учителя, пожалуй, один из самых почитаемых и любимых в списке профессиональных торжеств. Потому что педагоги – одна из самых солидных по размеру армии тружеников, а еще потому, что у каждого из нас в жизни учителя были или есть сейчас. В преддверии важной даты по всей стране проходят торжественные мероприятия. В этом году не в таком масштабном формате сказывается влияние пандемии. Накануне слова признательности и благодарности звучали в адрес берестейских наставников. У каждого из них свой секрет педагогического успеха, но большинство сходится во мнении – главный помощник учителя – это любовь к детям и выбранному делу. Обзор самых трогательных и одновременно торжественных моментов в первом материале программы. Торжественный прием наставников губернатором региона Юрием Шулейко стал одной из отправных точек празднования Дня Учителя. В зале собрались все те, кто становятся путеводными звездами для сотен ребят. Они умеют поддержать, дать ценный совет, а порой и просто приголубить. Такая она, непростая, но такая важная роль учителя. Сегодня трудно говорить, как мы их воспитали, как мы их должны воспитывать, но мы всегда понимаем первых – это наши дети. Каждый воспринимает по-своему, каждый решает в дальнейшем свою судьбу, он выбирает, кем он хочет быть. Но на протяжении именно вот этого отрезка времени вместе с родителями, с обществом, ну, конечно, и вами, педагогами, классными руководителями, которые по 6-7 лет непосредственно ведут своих детей из класса. Они видят, как развивается ребенок, где его склонности, что он любит, какие проблемы сегодня у него в семье. Вы все знаете об этом, потому что дети – это еще светлый продукт, который мало что скроет от учителя и своих родителей. Я хочу сказать огромное спасибо и в очередной раз, потому что не наградить педагога, не сказать ему огромное спасибо и лишнего раза не бывает. Во время торжественного мероприятия в адрес его виновников прозвучало немало теплых слов – слов благодарности и признательности за труд, переоценить значение которого невозможно. Награды нашли своих героев. Талантливый педагог, увлеченный делом и преданный ему, способен зажечь десятки детских сердец, привить им любовь к учебе и труду, научить вести себя в обществе и быть просто хорошим человеком. А это, согласитесь, огромный вклад в наше общее будущее. Секрет успеха у каждого из почетных гостей – свой. Я считаю, что это дружба ученика и учителя. Красивая дружба, взаимопонимание, ну и мотивация, которую учитель все-таки должен расположить ученика к этой мотивации, сделать успех, достичь его, стремиться к нему, ну и достигнуть этого. Без ложной скромности скажу, что система образования Ленинского района сегодня достаточно успешная. Об этом свидетельствуют успехи наших учеников на международных олимпиадах, на олимпиадах заключительного этапа, творческие конкурсы. И просто наши дети хотят идти в школу, они хотят учиться, а для этого мы, взрослые, создаем все условия для их успешной учебы. В настоящее время педагогический корпус областного центра – это более 5000 наставников, порядка 75% из которых имеют первую и высшую квалификационные категории. Об этом говорили уже в стенах Брестского горосполкома. Главный результат их труда – это успехи подрастающего поколения, победы на областных и международных олимпиадах, высокие результаты по итогам централизованного тестирования. И это только вершина айсберга. Сотни и тысячи, пусть не таких больших и значимых, но от того не менее ценных побед брестские педагоги помогают одерживать ребятам практически ежедневно. Есть определенные достижения наших учеников. Это 10 стабальников, достаточно неплохой результат, я считаю, показала система образования города Бреста. 23 ученика достигли определенных результатов на заключительном этапе республиканских олимпиад. У нас большое количество учеников, которые закончили школу золотой и серебряной медалью, их более 170 человек. То есть вот эти цифры можно и продолжать, и продолжать. То есть это говорит о том, что система образования города, она живет, она продуктивно работает, дает свои плоды. Конечно же, время не стоит на месте, происходит смена поколений. Педагогическая семья города в текущем году пополнилась двумя стами 14 педагогическими работниками. Это молодые специалисты, которые направлены в учреждение образования города Бреста. Мы их ждали, мы их опекаем на сегодняшний день. Мы ценим то, что они к нам пришли. Хотелось бы, чтобы они в профессии задержались как можно дольше. В ходе мероприятия награды за труд получили профессионалы образовательного дела. Педагоги признаются, такая оценка их работы приятна, но не является главной целью. В приоритете – воспитание подрастающего поколения. А еще работа над собой, исследование идеалом, сформированным на основе опыта и знаний. Этот праздник, День учителя – это самый важный для меня праздник, самый главный. И очень почетно быть учителем. Я горжусь, что я в этой профессии столько лет. Школа действительно у нас замечательная, где учатся очень талантливые детки. И мы сами с ними становимся, наверное, и моложе, и талантливее. Показывают огромные, большие результаты на всех уровнях. Мы очень стараемся, чтобы традиции школы очень многолетние, более 40 лет, продолжались, развивались. Сегодня педагогическая профессия как никогда важна, потому что быть умным – это одно. А воспитать человека, гражданина, стремящегося к саморазвитию, к самосовершенствованию – это очень важно. И поэтому в преддверии большого педагогического праздника хотелось бы пожелать всем своим коллегам, коллегам города Бреста, терпения, удачи, благополучия и крепкого здоровья. Не остались в стороне и администрации районов города. В частности, учителя-ленинцы были приглашены на большой диалог. Здесь состоялась церемония чествования самых активных педагогов. Ведь чем больше внимания уделяется представителям таких важных профессий, тем больше будет приходить в это непростой ремесло молодежь. Потребность в мотивированных кадрах есть. Время идет, и каждое новое поколение педагогов привносит в процесс обучения что-то новое. Все мы учились в разных школах, такого нету, что педагоги, да, сынная школа. И все равно какие-то свои традиции со своей школы, как у них это было, и какие-то свои взгляды на тот или иной праздник. У нас получилось так, что в школе очень много поменялось с приходом и меня, и других новых молодых учителей. И всегда, когда к нам кто-то приходит новенький, мы сразу так в охапку их берем, чтобы получить как можно больше новых идей. Действительно, Ленинскому району повезло. Достойная команда профессионалов, которая не просто, скажем так, выполняет свой толк служебный, а действительно дает частичку себя подрастающему поколению, готовит их как идеологически, так и просвещает. Хотелось бы пожелать, конечно же, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго. Если учитель к делу имеет только любовь, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. Именно такими стремятся быть педагоги Брещины, ведь преподавание – это искусство отдавать. Отдавать и видеть, как из зерен мудрости, посеянных в головах школьников, рождаются личности и великие умы. День учителя – народный праздник. Сколько лет его отмечают, и это правильно. Наши учителя этого достойны. У каждого из нас в жизни был свой, любимый наставник. Человек, с которым было легко общаться и открывать мир знаний. Профессию педагога легкой не назовешь. Учитель – это призвание, образ жизни и состояние души. Завоевать любовь и уважение ребенка невозможно. Ее можно только заслужить, отдавая работе частицу себя. Так, как это делает учитель начальных классов 19-й средней школы Вячеслав Кересь. Да-да, не удивляйтесь. Малышей учит мужчина. И это у него получается вполне успешно. В канун праздника с человеком, для которого работа с детьми стала не только профессией, но и частью жизни, встретилась наш корреспондент Людмила Логодич. В средней школе номер 19 с 1 сентября произошло сразу несколько важных событий. Начался учебный год с его буднями и праздниками, пришли первоклассники, а еще здесь появился новый учитель начальных классов. Что тут необычного, скажете вы? А то, что этот учитель – мужчина Вячеслав Кересь. Наверное, когда учитель-мужчина приходит работать в школу, это событие для любой школы. Когда учитель-мужчина приходит работать в начальную школу, это событие вдвойне. Во многом это определенный риск, потому что это очень непривычно. И хочется думать, что учитель-мужчина станет для детей старшим товарищем, надежным другом. Для кого-то, наверное, его авторитет будет важнее авторитета отца. И, наверное, в чем-то это будет правильно. Хочется верить в то, что дети, учась, ведя пример перед собой, станут более ответственными, более рассудительными и более открытыми. Завязать бант или поправить галстук ребенку – для него привычное дело. И любовь к детям вполне объяснима, если узнать, что этот учитель воспитывался в семье, где было 10 детей. А ведь именно такие люди чаще всего вырастают человечными и способными передать свет доброты и заботы окружающим людям. Это сразу заметили и коллеги, и родители. Конечно, мы немножко волновались, потому что очень важно первому учителю ребенка. И для меня, как для мамы, это тоже очень важно и переживательно. Но потом мы узнали, что у нас будет учитель начальных классов – это мужчина. Я даже не скажу, что я сильно волновалась. Это было неожиданно, потому что учитель – мужчина. Но потом мы сказали ребенку. Она поначалу тоже очень так настраивалась. И побывши на первом родительском собрании еще до начала учебного года, вы знаете, я почувствовала спокойствие на душе. Я увидела в нем целеустремленность, организаторские способности. Я поняла, он на своем месте. И у меня на сердце было очень спокойно. Я знала, что я точно стану учителем. И чтобы свою мечту, можно так сказать, осуществить, я к ней шел осознанно и целеустремленно. Работаю я уже месяц с детьми. Так как дети пришли в первый класс, так и я вместе с ними. Работа сложная. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Мы учили много новых правил, которым было сложно. Были у нас все слезы, но мы все вместе справились. Да и сами первоклашки ни за что не хотели бы другого учителя. Их Вячеслав Григорьевич может все – быть строгим и очень добрым. Он умеет петь, танцевать, читать стихи, а на его уроках так интересно, что спешить уходить из школы никому не хочется. Он добрый и очень мудрый, он любит детей. А это и есть самый главный педагогический прием. Мы берем с него пример. Когда я шла в первый класс, то я очень удивилась, что у нас мужчина. Он добрый, он понятно объясняет, и он не строгий. Мне нравится учиться с Вячеславом Григорьевичем. А какой он учитель, расскажи? Хороший, не строгий, с ним интересно, мне нравится все. Вячеслав Кересь горит работой, готов отдавать свои умения и знания 24 часа в сутки. По-другому, наверное, не умеет, да и не хочет. Он знает, чем больше вложит в своих учеников, тем выше шанс получить суперрезультат. Он привык достигать вершин, но не привык проигрывать. И этому учит своих учеников. Ты узнаешь от детей много нового, ты радуешься вместе с ними, каждый день для тебя проходит с улыбкой. И утром ты, когда заходишь в школу и видишь эти лица, и они кричат, Вячеслав Григорьевич, здравствуйте. И у тебя нет такого, чтобы ты не улыбнулся. Всегда на лице улыбка. Если учить с улыбкой и терпением, делать трудные вещи легкими, быть мудрым наставником другом, тогда, если не сегодня, а через год или даже десятилетия, такой труд непременно даст свои плоды. А ведь именно они и являются самым главным в профессии учителя. Жизнь – это большой путь, который проходит каждый из нас. И тот, кто прошел по этой дороге рядом с мудрыми, терпеливыми, отзывчивыми, добрыми наставниками, умеет ценить то время, те силы, те старания, которые прилагал каждый из них для того, чтобы мы были теми, кем являемся сейчас. Дорогие педагоги, телекомпания БУК-ТВ и большая армия учеников всех школ нашего города горячо поздравляют вас с профессиональным праздником. Мы рады, что наши дети в надежных руках любящих их учителей. Мира, добра, тепла домашнего очага и всего самого наилучшего, дорогие педагоги. Самое искреннее поздравление для вас от учеников города Бреста. Сегодня праздник День Учителя. И в этот праздничный день мы желаем хорошего настроения. Желаем, чтобы душа свела, чтобы любили его работу. Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. Я хочу всем учителям пожелать, чтобы у них была хорошая работа и всех слушали. Каждый день вы вкладываете знания, свой жизненный опыт в умы нового поколения, позволяете нам творчески мыслить и принимать правильное решение. Всем учителям здоровья и счастья. Чтобы они были добрыми, хорошими и хорошо объясняли. Спасибо вам за вашу доброту, заботу, терпение, понимание. Спасибо, что вы есть. Быть достойными своих учителей. Обещаем! С Днем Учителя! Поздравляем! Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о главном, говорим об актуальном, говорим о том, что важно для всех. В Жабинке, городе-спутнике Бреста, был открыт комплекс современных очистных сооружений. Реализация международного проекта под говорящим названием «Чистая река. Главный приоритет» была начата в 2018 году с целью сохранения природного наследия в бассейне реки Бук, повышения привлекательности региона, а также качества жизни местного населения. Проектная мощность очистных сооружений – 3000 метров кубических в сутки. Как результат – полная биологическая очистка сточных вод с реализацией технологии по удалению соединений азота и фосфора. Все подробности – далее. Жабинковский район. Красивые места. Здесь расположены ценные природные комплексы, ландшафтный парк, три заказника и два памятника природы, известные туристические дестинации. Уже сегодня об этом городе мы говорим как о городе-спутнике Бреста. Здесь строятся новые жилищные комплексы, объекты социальной сферы, растет количество жителей. Все это увеличивает нагрузку на городские очистные сооружения. Старые мощности уже не соответствовали современным реалиям, а потому и было принято решение реализовать международный проект «Чистая река» – главный приоритет, стоимость которого – порядка 6 миллионов белорусских рублей. Объект открыли. Данные объекты инфраструктуры были необходимы для района. Почему? Потому что очистные, которые рядом здесь расположены, в 1977 году были построены. Время пришло, надо менять, надо совершенство, двигаться вперед. Экологическую угрозу составляли те очистные сооружения прежде всего для таких рек, как Вуховец и Буг. В зоне потенциальной угрозы также находили ценные природные комплексы. Это ландшафтный парк, три заказника и два памятника природы. Да, действительно, старые очистные сооружения не могли уже справляться с нагрузкой. Как следствие, это могло привести к экологической катастрофе, загрязнению вод реки Муховец, а затем и Буга. Результаты загрязнения могли проявиться также в Висле и акватории Балтийского моря. На новых жабенковских очистных сооружениях, расположенных в нескольких километрах от райцентра, у деревни Солейки именно экологическая безопасность при строительстве была поставлена во главу угла. Здесь использованы новейшие технологии водоочистки, а отслеживаются все процессы в современной лаборатории. Здесь применены наиболее современные и доступные методы и оборудование для очистки источных вод, что позволяет легко эксплуатировать и получать стабильный результат на выходе. Мы будем проводить исследования источной воды на ХПК, ВПК, то есть химический показатель кислорода, биологический показатель кислорода, содержание азота, фосфора, различных веществ, уровень pH среды в воде, чтобы вода была более экологичной. Если эти вещества находятся в стоках воды, они разрушают нашу экологию. Мощность сооружений с полной биологической очисткой составляет 3000 кубических метров источных вод в сутки. Комплекс очистных сооружений достаточно сложный. Здесь расположен производственный корпус, в котором располагается приемная камера, блок барабанных решеток и песколовок, цех обезвоживания осадка, блок емкости, аварийная иловая площадка, а также насосная станция и трансформаторная подстанция. Немаловажен факт и нахождение двух артезианских скважин, обеспечивающих сооружение питьевой водой. После строительства ввода новых очистных сооружений у нас получится сегодня полная очистка сточных вод. Фраза «чистая река» говорит о том, что мы сегодня сохраняем русло реки Бук. Стоки проходят полную биологическую очистку. Практически на выходе имеем чистую воду, которая будет попадать в реку. Таким образом, введение в эксплуатацию новых очистных сооружений решает несколько задач. Совершенствование технической базы канализационной системы, обеспечение эффективности очистки стока в реке, улучшение качества жизни местного населения. А еще в рамках проекта «Чистая река. Главный приоритет» на территории Петровичского лесничества была создана экологическая тропа протяженностью 1 километр 800 метров, на которой расположилось 10 стоянок, где посетители ждут замечательной инсталляции из дерева и кованых элементов. В рамках данного проекта мы построили экологическую тропу. Это еще один туристический объект для нашего района, который позволит сюда, здесь проводить различные экскурсии, знакомить детей, людей с нашим природным богатством, с нашей флорой, фауной. Современный человек получает экологические знания в основном только из двух источников и средств массовой информации на уроках в школе. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы научиться понимать природу, ценить ее богатство и красоту. А вот на таких объектах, как экологическая тропа в Петровичах, мы можем восполнить свое чувственное, эстетическое, творческое, эмоциональное развитие. Тех, кто очарован красотами Берестейского окрая, уже ждут в гости Кот Петрович Багник, герои белорусских преданий, и Зюзя, бог зимы. А также можно испить чистейший водицы из волшебного колодца. Здоровья, несомненно, прибавится. Испробовали сами и вам советуем. По прогнозам Министерства экономики Беларуси, к 2030 году доля граждан старше 65 лет в нашей стране составит более 21%. А поэтому вопросам, касающимся поддержки людей пенсионного возраста, в Беларуси уделяется особое внимание. Это подтверждает и национальная стратегия «Активное долголетие», реализация которой запланирована до 2030 года. Мудрость, ценный опыт и знание активности, творческая энергия. Это огромный потенциал, которым обладает старшее поколение. А поэтому необходимо всячески поддерживать материальную, физическую и нравственную сторону жизни этих людей. В 30-й раз в нашей стране отметили День пожилых людей. Глядя на них, можно с уверенностью сказать, что возраст – понятие условное и относительное. Жить полноценной жизнью на пенсии или ничем не интересоваться и угасать. Выбираем мы и только мы сами. Об этом сюжет нашего выпуска. Зачислили меня, и я год училась, и война началась. Вот уже кончаем, последний предмет надо химию было сдать. А тут в 6 часов война объявляют войну. Ой, я жила в общежитии, мы все ровом ревели, кричали. Я начала добираться домой, в деревню, к маме. И это лишь один эпизод тяжелой и интересной судьбы с неожиданными и трагическими поворотами, похожий больше на сценарий фильма. И сегодня Лидия Катугина не может сдержать слез, вспоминая многое из своих 96 лет. Третий ребенок в семье рабочих. Она рано осталась без отца. Узнала, что такое война, и ощутила на себе все тяготы военного времени. Всю свою жизнь посвятила профессии медика. Дважды оставалась вдовой, но не опустила руки, не потеряла интереса к жизни. На вопрос о секрете долголетия отвечает так. Я всю жизнь в работе, в работе. Где бы я ни жила, во-первых, надо быть самому человеком и других уважать, как людей, ценить. Не каждому дается долгая жизнь. Главное – сделать из нее правильные выводы. Лидия Антоновна и сегодня не сидит без дела. Сама занимается уборкой, готовит еду и не позволяет себя пекать. Ни хандрить, ни останавливаться, не позволять себя угасать и все время быть в движении. Это девиз тех, кто хочет продлить активное долголетие. И в наше время, в отличие от прошлых лет, для этого есть масса возможностей. В институт третьего возраста я уже хожу 7 лет. У нас достаточно активная секция, которой никогда не отменяется. Это скандинавская ходьба, это возможность избежать заболеваний, это позитив, это встреча с природой, потому что всегда по парку контролируем все изменения природы, настроения. Это возможность пообщаться и, в общем-то, зарядиться тем позитивом, которым нам явно не хватает в жизни. Когда душа еще не постарела, но возраст пришел, нужно, конечно, себя где-то найти. Вот мы нашли себя в институте третьего возраста, подружились. Многие женщины одиноки, они нашли себе не только занятия, но и друзей, подруг. То есть нельзя замыкаться в узком кругу, и вообще нельзя замыкаться в себе, нельзя замыкаться только в семье, потому что дети уже взрослые, внуки тоже взрослеют. И внукам, между прочим, очень интересно, когда бабушка разговаривает где-то даже на их языке. Некоторые вещи мы узнаем от них. Ну, это интересно. Полные силы энергии. Они ведут активный и здоровый образ жизни. Занимаются скандинавской ходьбой, бывают в кино и театре, имеют множество увлечений и замечательно выглядят. Это лишь один яркий пример того, как сохранить здоровье и насыщенную жизнь людям старшего поколения. И именно на это направлена разработанная в Беларуси национальная стратегия активного долголетия. Это очень объемный документ, который направлен на то, чтобы пожилые граждане максимально комфортно смогли себя чувствовать в нашей стране, чтобы всеми службами, органами, организациями, министерствами уделялось значительное внимание проблемам и решению вопросов в отношении пожилых граждан. Более 2000 пожилых граждан у нас сегодня вовлечены в деятельность отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Фактически в каждом территориальном центре существуют такие отделения, на базе которых работают различные кружки по интересам. И именно занятие какими-то видами творчества, развитие новых навыков, например, изучение иностранных языков, занятие физической активностью позволяет сегодня как можно дольше быть в здравом уме и продлить эту позицию активного долголетия. Заряжать своей энергией и позитивом других, быть интересным себе и окружающим – вот секрет активного долголетия. Образец, которому можно и нужно следовать. Возраст в душе, а не в паспорте. А значит, мы и только мы сами выбираем – гореть или тлеть, жить или доживать, стареть или оставаться молодыми. Людмила Логодич, Андрей Щерба и Юрий Лимонтович – специально для программы «Итоги недели». Городской сад. Его тенистые аллеи в сочетании с необычными арт-объектами привлекают внимание горожан и туристов. Рекреационная зона бесспорно за несколько лет стала местной любимицей – площадкой, куда хочется возвращаться снова и снова. Сложно представить, что совсем недавно на этой территории, ограниченной проспектом Машерова, улицы Ленина и Брестской ТЭЦ, был настоящий зароший дендрарий – небезопасное заброшенное место. Уникальным этот объект можно назвать по разным причинам. Во-первых, на его восстановление не выделялись бюджетные средства. Участие в благоустройстве приняли предприятия, организации, частные лица. Во-вторых, это реконструкция своего рода возрождения. В первой трети XIX века здесь действительно был сад. В-третьих, объект органично вписался в проект реконструкции набережной, завязав лесополосу с выходом к водной глади. Чем сегодня живет городской сад и каковы перспективы его развития дальше? Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Унылая пора, а чей очарование? Именно так знаменитый Пушкин говорил об осени. Осень в городском саду – это особое явление. Здесь, практически в центральной части города, формируется настоящий природный оазис. И здесь можно без труда понаблюдать за красивым изменением природы. Около 9 гектаров. Именно столько занимает сегодня одна из самых зеленых и благоустроенных территорий областного центра – городской сад. Центральная часть парковой зоны останавливает на себе особое внимание. Здесь был установлен монумент, посвященный тысячелетию Бреста. Огромный валун, опоясанный металлическим рушником с национальными орнаментами, олицетворяющий связь прошлого, настоящего и будущего. И в этом есть свой символизм. Городской сад восстал, как птица феникс из пепла, вновь раскрыв горожанам свои аллеи и беседки. Городской сад уже стал местом притяжения не только для горожан, но и гостей города Бреста. Сейчас немножко похолодало, не так много людей, но тем не менее в летний период времени, вы, наверное, видите, все вот эти скамейки, которые мы здесь установили в рамках акции, а их уже 42, всегда жители сидят на них, они заняты. И в летние периоды времени места бывает не так много, где бы можно было здесь и сесть. Поэтому в этом направлении действительно сад требует дальнейшего благоустройства. Брестское городское ЖКХ сегодня курирует этот обновленный объект. И пусть в нем пока не кипит жизнь, как это было на заре его появления в 19 веке, зато здесь есть большое количество арт-объектов, число которых, как нам рассказали, в ближайшее время увеличится. За это время сделано также немало. Вот буквально рядом с теплоэлектроцентралью мы установили, уложили новую дорожку, осветили ее. И в ближайшее время там есть небольшое место уютное, где, возможно, появится новая малая форма, которую ТЭЦ тоже поставит. И сейчас, и раньше городской сад остается местной достопримечательностью. Воспоминания очевидцев и их потомков свидетельствуют о выступлениях на большой сцене сада композитора Рахманинова. Приезжали в Брест театральные труппы Борисова, Петипа, Карпова. Кстати, в постановках могли принимать участие и брещане. Сам сад конца 19-го столетия нельзя не связать с театральной жизнью. На этом месте ставились разные-разные постановки. И тоже такой интересный момент, что принять участие в них могли и сами жители города. Когда приезжали туда актеры, им нужна была массовка. Массовку особо никто не возил, и поэтому жители Брест-Литовска готовились, учились слова, сценарии. Хочу рассказать, что на пересечении современных улиц Ленина и Машерова, то есть совсем недалеко от городского сада, на рубеже веков стояла гостиница. Жила там, даже не жила, работала очень предприимчивая такая бабушка, старушка. Она была каштальяншей в гостинице. И она, во время того, как сюда на гастроли приезжали артисты, приезжали театры, собственно, она выдавала реквизит в агенту. То есть сама еще зарабатывала неплохие денежки за то, что гостиничные стульчики предоставляла им в пользование. Свои имена в летопись городского сада вносят и сегодня известные люди. Им представлено почетное право принять участие в благоустройстве, возможность поставить именную скамью. Так, здесь уже установлено более четырех десятков таких необычных предметов. И в каждом есть частичка души и тепла того, кто причастен к этому делу. Я уверен и видел, что ребята сюда приходят, отдыхают. Ну, понятно, не только на этой лавочке. Но в целом такие проекты, они имеют смысл, имеют смысл оставлять частичку себя в городе. Вот, допустим, если берем городской сад, также у нас здесь были аллеи молодых семей, где тоже ребята оставляли частичку себя и не только посадили, но еще и смотрят за этим деревом, смотрят, как она растет, приводят своих детей. Это очень важные, нужные и правильные мероприятия, на которые ребята отзываются с охотой. На текущей неделе карт-объектам добавился еще один. Правда, разместился он ближе к набережной. Свою именную скамью в городском саду установила областная организация Белорусского общества Красного Креста. Лавочка разработана с учетом удобств людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Принцип гуманизма должен определять мировоззрение человека 21 века. И очень приятно, что белорусская организация Красного Креста выносит свой огромный вклад в дело утверждения этого принципа в сердцах и умах людей. Гуманизм, человеколюбие – это то, чего так не хватает. И это то, о чем будут постоянно напоминать это скамья. История городского сада продолжает свою летопись. Непростой путь ожидал этот объект, но, как гласит известная мудрость, сказанная когда-то великим экзюпери, только сквозь тернии можно добраться к звездам. Кстати, возможно, аллея звезд продолжит начатое благоустройство. Время покажет. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Красив наш городской сад весной, летом, зимой, необычайно хорошен и осенью. Такой стремительный, такой ароматный в своем золотисто-алом сиянии с ярким преображением листьев, октябрьскими ранними белыми заморозками. Как будто в городском саду именно в октябре, в мембране осени, без слов и фраз, играет джаз. Вот так поэтично мы завершаем программу «Итоги недели». Но мы встретимся в эфире уже в следующую субботу. Будут новые темы, новые информационные поводы, а значит, корреспондентам БУК-ТВ будет о чем вам рассказать. А если вы знаете то, что нам неизвестно, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин